31 марта День памяти преподобномученицы Натальи Баклановой Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится Вам. Преподобномученица Наталья родилась в 1890 году в семье крестьянина Василия Бакланова. По окончании школы помогала родителям по хозяйству, а в 1903 году поступила подслушницей в монастырь, к которым и подвязалась до 1918 года. После усыновления советской власти монастырская жизнь была прервана. Начались гонения на православную церковь, и монастырь был закрыт. Согласно декрету о земле, монашеские обители были национализированы. В обителях создавались образцовые советские хозяйства, которые, однако, влачили жалкое существование и пристали существовать к концу 1920-х годов. Некоторые добротные здания монастырей использовались под соцучреждения. Инвалидные и детские дома, летние лагеря, психиатрические больницы и тюрьмы. Другие были заброшены и постепенно исчезали с лица земли. Мунашествующие стремились сохранить свои общины в новых реалиях, поэтому продолжали жить и трудиться в трудовых коммунах и артелях, образованных в рифицированных монастырях. Инокиня Наталья продолжала жить на территории монастыря, работая уборщицей. Параллельно проводилась масштабная акция по изъятию ценностей из монастырей и приходских церквей под прикрытием помощи многочисленным жертвам страшного голода. Предполагалось изымать предметы, не имевшие историко-художественной ценности. Отсутствие грамотных и опытных музейных экспертов приводило к многочисленным ошибкам в безвозвратной утрате важных памятников. Случались вопиющие случаи, когда серебряные вещи, попавшие в Крыльеведческий музей из монастырей, позже были переданы в фонд индустриализации и переплавлены, как не имеющие исторической и художественной ценности. Так в одной из пустынь вместе с вещами из драгметалла была вывезена его святыня, позвлоченный серебряный ковчежец с частицами мощей святого. Пришло время Иннокене и Наталье покинуть стены родной разоренной обители. Вместе с монастырскими послушницами она поселилась в поселке Пристанции, работая у разных людей. В 1931 году устроилась уборщицей в отраслевой институт, институт курортологии. В 1937-м Иннокеню арестовали. Сотрудники института донесли, что Наталья Васильевна всегда отказывалась от общественных поручений. Если она и участвовала в работе, то исполняла только техническую работу, а общественные работы чуждалось. Проявляя к ней враждебность, отказывалась сходить на собрание. В качестве свидетеля также допросили священника, который служил в поселке, где жила Иннокеня. Он дал показания. Мне о контрреволюционной деятельности бывших монашек известно следующее. Все три монашки проживают вместе в одной квартире, между собой тесно связаны. Бакланова говорила, ныне все против нас направлено, не дают нам свободно веровать в Бога. Бакланова сказала, что в доме отдыха такая скука. Все пропаганда и пропаганда. Безбожие, книжек религиозных нет. В декабре 1937 года Иннокеню Наталью приговорили к восьми годам заключения в лагерях. Тяжелые условия лагеря оказались непосильными. Она заболела и была помещена в лагерную больницу. Иннокеня Наталья Бакланова скончалась в лагерной больнице 31 марта 1938 года и была погребена в известной могиле. Причислена к лику святых намомучеников и исповедников 16 июля 2005 года определением священного синода. Субтитры создавал DimaTorzok